Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами опять я, профессор Владимир Захаров. И сегодня я хочу рассказать вам о второй поездке Александра Сергеевича Пушкина на Кавказ. Произошло это в 1829 году, то есть 190 лет назад. Вы знаете, об этой поездке написаны книжки, написаны статьи. И тем не менее, все равно какие-то страницы пушкинской биографии этого кавказского периода остаются за кадром. И я думаю, что вы узнаете что-то новое о том, что произошло. После 1825 года, после восстания декабристов, смотрели следственные комиссии о том, упоминают ли участники этого восстания имя Пушкина. Потому что было такое задание, а проверить, а как вообще относились декабристы к Пушкину. Ведь они практически все были его друзьями. Пушкин и сам принял участие в этом восстании. Но знаете, как он потом вспоминал? Он получил письмо от Пущина, который приглашал его срочно приехать в Петербург, не объясняя зачем. И Пушкин выехал. Выехал на лошади и вдруг на дороге встрелил попа. А он был человек все верный и сказал, нет, это не к добру. И вернулся назад. И как потом вспоминали многие современников, что эта случайность спасла Пушкина от участия в декабристском восстании. Он потом и сам признавался, что да, он бы был вместе с ними. Там, на Сенатской площади. Пушкин живет в Петербурге. В это время идет следствие над декабристами. Вот кого-то начинают ссылать, кого-то в Сибирь, кого-то на Кавказ. И Александр Сергеевич узнает, что, оказывается, его брат, который не был участником восстания, но его брат оказывается на Кавказе. Находится где-то в районе Тифлиса. А Александр Сергеевич давно не видел своего брата, Левушку, которого он очень любил. И Левушка, он страстно мечтал увидеть его, встретиться с ним. Потому что письма не давали всего того, что можно было сказать еще на словах. И вот, получается, происходит следующее. Вдруг Пушкин узнает, что, оказывается, туда же, на Кавказ, переведен его старинный друг, друг юности. Мы говорим, Николай Николаевич Раевский, младший, как его называли, сын генерала Николая Раевского. И Пушкин узнает, что он тоже там же, где-то в районе Тифлиса. И он страстно хочет с ним встретиться. Он выбивает себе подорожную. И 5 марта 1829 года попадает в Петербург. Багажа почти никакого не было, кроме сменной одежды. Но он вез с собой еще большую толстую тетрадь, которую сказал, что он будет записывать все примечательные случаи из той жизни, которую он там увидит. Вот представьте себе, от Петербурга до Тифлиса поэт ехал около двух месяцев. Сначала он, тогда так шел тракт почтовый. Сначала он ехал до Москвы, как и все, из Петербурга до Москвы. Это так называемый родичевский тракт, который потом надержался. В Москве он пробыл неделю. И за это время он сменил 27 станций, где ему меняли лошадей. От Москвы он потом отправился в губернский город Воронеж. Это еще 21 станция. И было 498 с четвертью верст. Ну, дорога, я уже вам говорил, была тогда. Никаких асфальтов не было. Вот, дорога была сложная, тяжелая. Вот так ехали раньше все, кто, начиная от царя и кончая простыми людьми, ехали только так вот, на тройке, которая их несла вперед, вперед и вперед. И вот в Москве он задержался для того, чтобы встретиться с родственниками Натальи Гончаровой, в которую он влюбился, и за которую хотел свататься. Но все как-то не удавалось. И тут был такой толстой граф, которого прозвали все американец. И он вызвался стать его посредником. Он обратился к матери Натальи Гончаровой и попросил руки Натальи для Пушкина. Но мать как-то так холодно ответила, и это был такой полуответ, и не да, и не нет. Вот. И Пушкин тогда из Москвы, он делает большой крюк, 200 верст. Он едет в город Орел. Дело в том, что в Орле в это время находился уже за штатом известный кавказский военачальник, генерал Алексей Петрович Ермолов. И Пушкин, отправляясь на Кавказ, понимал, что ему надо встретиться с этим, как тогда считали, прославленного генерала. Кроме того, он понимал, что слово Ермолова на Кавказе до сих пор ценится. И он думал получить какое-нибудь, так сказать, такое благословение его. Он приезжает в Орел. Ермолов был уже человек весьма преклонных лет. Вот таким его увидел Александр Сергеевич. А сам Пушкин был вот таким. Вот так они встретились в тот 1829 год. Они провели несколько часов, беседовали. О чем потом Ермолов не раз вспоминал. Вспоминал, рассказывал друзьям. Даже это сохранилось в записках Ермолова. И на него, конечно, он тоже отмечал, что не знакомится так быстро, наспех. Вот, потому что надо более внимательно поговорить, расспросить человека, чтобы знать, о чем он думает, о чем мечтает, каково его кредо. Но, тем не менее, ему понравился Пушкин. Вот, и Александр Сергеевич из Орла двинулся дальше. Путь лежал на Ставрополь, из Воронежа на Ставрополь. Через крепость Святого Дмитрия, это ныне город Ростов-на-Дону. Через большую Нахичеванскую Слободу, где проживали выходцы из Армении. Вот, и до Ставрополя было 861 верста. Тоже огромное количество остановок было, потому что меня велошеде на каждой станции. И Пушкин в течение, так сказать, многих дней добирался до Ставрополя. В Ставрополе он задержался немного. Он пробыл там, так сказать, дня два, вот, потому что он спешил быстрее и быстрее на Кавказ. А дальше путь лежал через станцию Екатериноградскую. Так сейчас ныне называется город Прохладный, как говорили на Балкарии. Вот, от Ставрополя до Екатериноградской было 11 станций, и было всего 250 верст. То есть в течение двух-трех дней Пушкин добрался. Дальше от Екатериноградской путь шел на город, на крепость Владикавказ. Вот, и уже оттуда через Кавказский хребет, через 13 станций и 362 версты Пушкин оказался в Тифлисе. Но вот что интересно, из Екатериноградской он заехал в крепость Нальчик. И там встретился и познакомился с Шарой Бекмурзой Ногмовым. Вы знаете, об этой встрече, ну, написано немало, но очень много всяких домыслов было. Ну, например, вот такой исследователь Комарович считал, что Шароногмов принял христианство. И что именно под именем Тазид он был изображен в произведении Александра Сергеевича Пушкина. Однако существуют косвенные свидетельства миссионеров-протестантов, которые находились в короне Каррас. Это вот нынешние поселки или город уже теперь Иноземцево под Пятигорском. Они писали о том, что в продолжении трех лет у нас служил типографчиком один из черкесов, воспитанный шотландскими миссионерами. Вот под этим типографчиком как раз скрывался Шароногмов. Но воспитание, которое он получил у миссионеров шотландских, протестантских, и принять христианство – это далеко не одно и то же. Вот. И известен, например, из Кавказского календаря 1862 года, что по возвращении от кумыков Шароногмов сделался муллою в своем ауле. Но это звание не соответствовало его врожденным наклонностям, и поэтому вскоре от него отказался. Так написано в Кавказском календаре. Ну, как бы то ни было, но христианин не мог даже временно быть муллой. Вы это понимаете прекрасно. Поэтому все эти предположения Комаровича, они, ну, просто какая-то вот выдумка, которую он хотел себя вот показать, что вот он тоже что-то нашел. Хотя он ничего не нашел нового. Потому что вы понимаете, что Шароногмов общался со своими единоплеменниками, и все в нем видели мусульманина, и никаких идей о том, что он тайный христианин, не было. После Нальчевской крепости, доехав до Владикавказа, затем через Кавказский хребет, он оказался в Грузии. И вы помните эти строки? На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Тобой одной, тобой, у нянья моего. Ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит. От того, что не любить оно не может. И вот свое 30-летие Пушкин встречает в Тифлисе. Куда он прибыл 25 мая 1829 года. Однако ни брата, ни Коленьку Николашу Раевского он не застал в городе, поскольку они уже находились в действующей армии, в Кавказском корпусе. И эта армия шла на Арзерумскую крепость, на город, который назывался Арзерум. Это сейчас на территории нынешней Турции. Но поехать следом Пушкин не мог, потому что нужно было получить разрешение главнокомандующего. В то время главнокомандующим был генерал Паскевич, которого очень любил, кстати, Николай Первый. И очень многое ему прощал, разрешал. Только через месяц, где-то, ну, может, чуть меньше, в июне поэт получил доглажданное разрешение и выехал в Катанлы. Вот это путешествие, знаете, оно сохранилось в воспоминаниях очень многих людей. Так Нащекина писала о манере передвижения поэта. Пушкин не путешествовал. Он никогда, во время путешествия, он никогда не дожидался, на станции показал ортиму лошадей, вот, подадут коляску, а шел вперед дорогой. Там не пропускал ни одного встречного мужика или бабушек, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах. И особенно он любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. И вот за четверо суток он проделал 320 верст верхом и прибыл в отряд, где, наконец, встретился со своим любимым братом Левушкой. Вот. Вы знаете, вот эта дорога по Кавказу, она, конечно, предполагала массу разных интересных встреч, каких-то наблюдений. Потому что все, что Пушкин видел вокруг себя, это было для него новое. Хотя он бывал на Кавказе, но сравнить горы Пятигорска, Горячеводска, как он тогда назывался, с горами, с Крестовой горой, через которую шел путь на Тифлис из Владикавказа, с другими горами, вершиной Казбек, конечно, они не могут. Вот. И в 1836 году в журнале «Отличные записки» выходит такая повесть «Путешествие в Арзрум», которая подписана была Александра Пушкина. И вы знаете, эта повесть начинается с того, что Александр Сергеевич пишет, я переехал через реку, два вола, впряженные в Арбу, поднимались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали Арбу. «Откуда вы?» – спросил я. «Из Тегерана. Что вы везете?» «Грибоеда», – он слышал в ответ. Это было тело убитого Грибоедова, которое привлеждали в Тифлис. «Я не думал встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова», – писал Пушкин. Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, перед ответом за него в Персию. Он тут печален и имел странное предчувствие. Я хотел бы его успокоить, но он мне сказал, вы еще не знаете этих людей. Вы увидите, что дело дойдет до нажения. Он полагал, что причиненное кровопролитие будет смертью Шаха. И начнется междоусобиться его семидесяти сыновей. У Шаха было семьдесят сыновей. Но пристарелый Шах остался жив, а вот Грибоедова не стало. И Пушкин писал об этом. «Он погиб под кинжалом персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывшие три дня игралищем в Сигеранской черни, узнан он был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей». Ну, а о том, видел ли, встретил ли Пушкин в гробстве Грибоедова, мы посвятим специальную передачу. А пока я хочу сказать, что в настоящее время Пушкин доехал. Он доехал до Эль-Зе-Рума, он принимал участие, и Паскевич довольно хорошо к нему относился. И есть описание взятия Эль-Зе-Рума. Когда паралагентером Паскевич послал туда Бековича Черкасского, знаменитого военачальника, и князь заставил Сера-Скира, который командовал войсками турецкими, сдаться. На что Сера-Скир сказал, что схватите его, но люди города, узнав, когда Бекович Черкасский прибыл к городу, встретили его и умоляли его пощадить город, пощадить их. И Бекович Черкасский сказал, что все будет заключаться в решении Сера-Скира. И так и получилось. И тогда толпа, когда услышала, что Сера-Скир приказал схватить парламентера, они ворвались, связали Сера-Скира, связали его военачальников и отдали Бековичу Черкасскому под арест. Вот эта первая поездка Пушкина в 1829 году закончилась вот такими вот рассказами, которые потом вошли в повесть «Путешествие в Арзрум». Вы знаете, я нашел очень интересные документы, о которых я расскажу чуть-чуть попозже. Документы подробности вот этого похода русской армии в Арзрум, о том, как они были, как на самом деле все происходило. Вот эти записки имеют прямое отношение к Александру Сергеевичу Пушкину. Спасибо вам за внимание. Итак, вы узнали о какие-то новые странице, о второй поездке Пушкина на Кавказ. Всего вам доброго. С вами был Владимир Захаров. Редактор субтитров А.Семкин